Наша вера продолжает рубрика интервью и сегодня мы пригласили к разговору временно исполняющего обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Хакасия Александра Васильевича Шадрина. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. Начнем с главного вопроса. Насколько часто совершаются экономические преступления в Хакасии, если может быть учитывать итоги минувшего года и какую долю они занимают в общем числе преступлений? Доля экономических преступлений в общем числе преступности составляет 2,7%. То есть в принципе небольшая доля экономических преступлений, однако важность этой работы, важность того, что делает МВД и другие правоохранительные органы в этом направлении трудно переоценить. То есть преступления, которые выявляются и относятся к преступлениям экономической направленности, это мошенничество всевозможное в экономической сфере, преступления, связанные с присвоением денежных средств, затем преступления в сфере ЖКХ, связанные с незаконным предпринимательством, преступления коррупционной направленности против государственной власти. То есть это вот краткий перечень тех преступлений и той работы, которой мы занимаемся. Ну а по итогам минувшего года увеличилось у нас количество этих преступлений, уменьшилось. Какова статистика? Ну статистика практически на том же уровне выявлено преступления. Из года в год, конечно, количество выявленных преступлений меняется в ту или иную сторону. Это зависит от социальной обстановки экономической в стране. Но изменения происходят не кардинальным образом, это связано с процентами в пределах 5-10% максимум. То есть вот в такой доле меняется преступность. Но вот вы упомянули как одно из направлений мошенничества. Вот все больше жителей Хакасии, вообще жителей России попадают под их действия, страдают от их действий. И каким образом можно обезопасить себя от них, от мошенников? Ну мошенники, они историю свою ведут и вообще преступность, связанная с мошенничеством. Это, наверное, еще из тех дальних веков, когда появились деньги, тогда и появились мошенники. В наше время очень распространенным мошенничеством является это мошенничество с использованием кредитных карт, как правило. То есть вы, наверное, слышали, регистрация такого вида мошенничества в прошлом году очень выросла намного. То есть вообще зарегистрировано 770 фактов мошенничества, из них 146 экономической направленности. То есть мошенничества могут быть экономические и общеуголовные. Ну для обывателя это не важно. Важно знать некоторые правила, которых придерживаться, чтобы не попасться на удочку вот этих злодеев. Значит, первое, это мы коснемся кредитных и расчетных карт пластиковых. Первое, это, естественно, стараться сохранить эту карточку, не потерять ее. Это первое. Второе, чтобы не был на ней написан пин-код от этой карточки. И третье правило, я считаю, это быть внимательным при каких-то объявлениях, каких-то предложениях сделок. То есть бывает, получает смс-ку гражданин, а там, представившись сотрудником банка, значит, получает такую информацию, что ваш счет заблокирован. Он связывается по предложенному номеру, у гражданина просят пин-код и, соответственно, деньги исчезают со счета. Следующий вид мошенничества, это когда человек что-то продает, выставляет свое предложение о продаже автомобиля, либо там стиральной машинки в интернете. Мошенники предлагают рассчитаться по пластиковой карточке и якобы направляют деньги. То есть потерпевшему говорят о том, что вы деньги получили, потерпевшие нет. Просит опять же пин-код, ну и схема та же самая, деньги уплывают. Как правило, такие мошенничества совершаются из других регионов нашей страны. И очень они сложные, особенно для возмещения ущерба потерпевшим. То есть вот в этом плане необходимо, конечно, быть очень внимательным. Ну а бывают случаи же, когда снимаются деньги с карточек без знания пин-кода. Мобильные вот эти банки. Это тоже сфера вашей деятельности же? Мобильные банки, да, это с применением IP-технологий. Но мы этим не занимаемся. Есть специализированные подразделения в системе МВД, которые именно занимаются интернет-мошенничеством. Ну а как вы относитесь к тем людям, которые вот пострадали от действий мошенников, вот сняли какую-то сумму денег у них с карточки, они в милицию, в полицию не заявляют? То есть вам это важно, чтобы все факты у вас были на контроле или как? Видите ситуация какая. Вообще в сфере экономики преступность обладает таким свойством, как латентность. То есть это преступность, которая не входит в официальную регистрацию до поры до времени. То есть либо человек не заявил, либо обе стороны совершенного преступления не хотят разглашать это, либо не стало известным. То есть в случае общеуголовных преступлений все понятно. Человеку причинен ущерб, обратился за помощью, соответственно, становится известным правоохранительным органом об этом и проводится расследование. Здесь же без заявления потерпевшего зачастую мы не можем проводить проверку. Это первое. Второе. Конечно, необходимо заявлять об этом, потому что любой преступник, который оказался безнаказанным, он совершает повторное преступление. Есть такие законы криминологии. То есть преступник должен быть наказан, изоблечен, потому что это, тем самым мы обезопасим других граждан. Соответственно, на человеке лежит ответственность за будущее. Ну а как вы относитесь, вот тоже еще один очень распространенный сейчас вид мошенничества, информация, реклама о выгодных займах, кредитах для населения, под супервыгодный процент. Можно ли верить этим уличным объявлениям и как здесь не попасться? Ну, в этой ситуации необходимо обращать внимание на ту организацию, которая предоставляет эти кредиты. То есть если эта организация входит в единый реестр, да, микрофинансовых организаций, если зарегистрирована, она подконтролена надзорным органом, контролирующим органом, то, соответственно, второй вопрос – это гражданско-правовая сделка, займ под те проценты, которые устраивает или нет гражданина. Тут уже в гражданско-правовую сферу мы не вникаем. Самое главное, чтобы в отношении человека не было мошенничества. Бывает, дают кредит под баснословные проценты, под залог имущества, причем залог имущества оформляют в форме гражданско-правового договора, о купле-продаже той же квартиры, да, потихоньку переоформляют эту квартиру на себя, то есть вводят тем самым в заблуждение займополучателя. Соответственно, здесь, конечно, надо вести речь о совершенном мошенничестве и привлекать к ответственности. Но если организация зарегистрирована надлежащим образом, если гражданина устраивают те проценты, под которые он берет займ, то, естественно, это остальное на его совести, как говорится, и его ответственность гражданско-правовая. Ну, естественно, люди с плохой кредитной историей, им выгоднее взять в микрофинансовых организациях, которые закрывают глаза на кредитную историю, что когда-то человек не рассчитался, а человеку нужны деньги. Ну, разная жизненная ситуация бывает. Соответственно, берут кредиты и пользуются этим, возвращают. Процент, естественно, там высокий, потому что организации закладывают свои риски в эти высокие проценты, понятное дело, что в банке они пониже. То есть, получается, смотрите, где ставите подпись? Естественно. В большинстве случаев. Любой гражданин, совершая гражданско-правовую сделку, соответственно, отвечает своим имуществом, правильно, за ту сделку и за ту подпись, куда он ставит. Это, если речь идет о гражданском праве. Если жертвой мошенников стал, конечно, тут необходимо расследовать это преступление, привлекать к ответственности и возмещать ущерб, причиненный преступлением. По России систематически проходят серии задержания фальшивомонетчиков. Как вы оцениваете ситуацию с оборотом фальшивых денег вот у нас в Хакасии? К сожалению, наш регион не является исключением в Российской Федерации. Хождение поддельных денежных купюр, оно имеет место по всей России. Ну и, соответственно, является в Хакасии. За прошлый год 25 преступлений таких поставлено на учет. Пять преступлений мы раскрыли. То есть, совершенные жителями республики, возбужден ряд уголовных дел, которые в части своей уже дождались, до суда дошли, а остальные в производстве находятся. То есть, граждане, нужно сказать, Хакасии грешат тем, что некоторые пытаются изготовить в кустарных условиях поддельные денежные купюры и, соответственно, их запустить в оборот, с этого получив, естественно, какую-то преступную прибыль. А что грозит человеку, который его знает, что у него подделка, и все равно он пытается ее рассчитаться, там, сбыть куда-то? Ну, если он знает, что это подделка, и пытается сбыть эту купюру, соответственно, у него есть умысел на сбыт этой купюры. Совершает он умышленное преступление, которое предусмотрено статьей 186 Уголовного кодекса. Ответственность по квалифицированным составам, то есть, это с отягощением ответственности группа и лиц, значит, организованная преступность достигает до 10 лет лишения свободы. То есть, очень серьезная ответственность. Как любое государство, наше государство не исключение, оно защищает свою денежную систему от таких вот воздействий. Поэтому ответственность предусмотрена. А имеют ли быть место в Хакасии факты незаконной деятельности по организации горного бизнеса, азартных игр? В этой ситуации, конечно, у нас тоже регион, не исключение из других регионов. Ну, могу сказать о том, что работа ведется, работа ведется. Естественно, что какая-то суперприбыль от преступности, она влечет преступников в ту или иную сферу, как наркотики, так и горная деятельность. Тут пользуется тем, что существует болезненная зависимость у некоторых граждан. Конечно, депрессия в семье, то есть игромания – это человек уносит из семьи деньги и проигрывает их в игорных заведениях. Естественно, отношение к этому очень негативное. Мы, в свою очередь, эту работу проводим, как и другие правоохранительные органы. Собираем материалы, направляем на возбуждение уголовных дел. Следственный комитет расследует уголовные дела. Хочу сказать о том, что работа ведется, велась, ведется и будет вестись с этим злом. И она у нас в числе приоритетных. То есть мы в этом направлении добились определенных результатов. За прошлый год возбуждено 7 уголовных дел, закрыто порядка 12 игорных заведений. Все дела в производстве находятся, значит, уже на завершающей стадии будут направлены в суды. Могу сказать о том, что все эти преступления групповые, то есть совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо преступной группой организованы. То есть одному человеку невозможно организовать игорную деятельность. Сами понимаете, это необходимо и помещение. Сложности, конечно, есть. И законспирированная система у этих делцов и уровни охраны, и т.д. и т.п. Но, тем не менее, работа эта ведется. Не сегодня, а завтра. Все они будут привлечены к уголовной ответственности. Ну что ж, спасибо, Александр Васильевич, за беседу. Благодарим, что вы пришли к нам. Спасибо вам. Напомню, что сегодня гостем нашей студии был временно исполняющий обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Хакассия Александр Васильевич Шадрин. МВД по республике Хакассия Александр Васильевич Шадрин. МВД по республике Хакассия Александр Васильевич Шадрин. Продолжение следует... Продолжение следует...